Никакого, никто не имеет права, ни у кого отбирать личное имущество и засобы, таким людям напротив. Это неправильно. Неправильно. Так это люди, получается, неправильно поступают? Люди, которые отбирают у других людей камеры и телефоны, они поступают неправильно. Как это называется? Называется это преступление. Преступление, представляете? Конечно. И они делают преступление. Преступление делают эти подруги. У меня слов нет. И вот просто смотришь на этот беспредел, этот ужас, который именно, ну как это так? Человек, а трое детей. Он киевлянин. А вы знакомы с этим оператором? Да, я знаком, я видел его просто. Я видел, я знаю его. И просто на глазах мне ничего нельзя сделать было. Это ужасно. Я считаю, что если уже это отбирать камеры, ну что мне, разрыдаться? Наверное, разрыдаться. Ну вот представьте, здесь мирно, спокойно. Вас никто не отбирает и ничего вам не говорит. Ну это прекрасно. Видите? А там почему-то, потому что он человек, который поддерживает регион или там власть поддерживает, его почему-то отбирают и считают его врагом народа. Ну а как на нем понятно, если это оператор, пресса должна быть беспристрастной. Она просто должна показывать то, что есть. Вот, в том-то и дело, он просто снимал. Ну то, что вы мне рассказали, это ужасно, что я могу ответить. И что делать? Вот вы как журналист можете пойти, повлиять, порешать, если вы просто, ну как бы спильная ТВ, я знаю, что они очень поддерживают Майдан и хотят. Ну спильная ТВ не может никого поддержать. Все, что я могу сделать, это показать, что есть. Показать ваше мнение, например. Так это не наше мнение. Вы можете то сказать, это называется преступление, вы сказали. То есть это люди-бандиты. Бандиты. Вы скажите, это люди-бандиты, которые отбирают камеры. Ну почему я знаю, вы же все сказали. Люди, которые отбирают камеры, бандиты. Я с вами совершенно согласен. И эти люди с Майдана. Вот пришли они сюда и посчитали, что здесь люди, не люди здесь. Ну это ужасно, я считаю, что все люди. И они кричат, банду геть, банду геть. А кто эти люди, если вы говорите, что они бандиты? То есть они должны геть пойти отсюда. Почему они сюда вообще? Так по какому праву? Кто им дает это право? На что? Ну вот такой вот устраивает беспредел в городе Киеве. Приехать и устроить, покрушить весь Киев. Отбирать у людей камеры. У него трое детей. У него жена. Они вообще не думают головой. Конечно, я с вами согласен. Люди, которые отбирают камеры, они не правы. И отбирать личное имущество нельзя. Тем более нельзя у журналистов отбирать. То, чем они работают. Правильно? Это правильно. Я же говорю, просто вы говорите об этом. Вы сейчас ходите, спокойно снимаете здесь. Вас никто не трогает. Ну да. Ну разве это не прекрасно? А там вот стоял, вот в 100 метрах он стоит на той стороне. Он хотел зайти сюда. Его не пустили. Мы сказали, что он... Ну смотрите, мы повторяемся. Мы уже это сказали три раза. Завидели наши... Десять раз повторяем. Слышали? Вы сто раз говорите. Вы сто раз. Вы целый день вбиваете людям в голову, вбиваете то, что здесь банда. А банда там находится. Вот это банда, которая разрушила весь Киев и которая отбирает у людей. Вот это банда. Хорошо, спасибо вам за мнение. Вас услышали 5000 человек. Спасибо. Видите, шановные глядчики, как это древно я сказала про такую супербезпеку. Супербезпеки нигде не существует. Реально на передовье как-то воно зрозумельнейше. Все и простейше. Пройдемо трошки знову в глубину. Зробимо рейд з краю до краю Марийнського парку. Мы уже побачим, что еще интересное. Я же телефонула. Мы побачили, что уже полгода нас снимали. И давайте сбережем нашу...